Все для тебя, рассветы и туманы, для тебя моря и океаны. Но предпраздничное утро женского дня должно начинаться именно с песен Стаса Михайлова. Да, потому что он всегда поет о любви к женщине и вообще о том, как прекрасно любить такое чудесное создание. Исполнители поют о любви к женщине. Просто ты очень любишь творчество Стаса Михайлова. Я это поняла. Давай без рекламы сейчас Стаса Михайлова. Давай лучше начнем, как обычно, по традиции. Я заготовила маленький стишок для всех женщин, для тебя, моя дорогая. С днем весенним, неморозным, с днем веселым и мимозным, с днем безоблачным и бесснежным, с днем взволнованным и нежным, с днем просторным и сюрпризным, нашим славным женским днем. Ура! Мы его дождались, ждали целый год. Ура! Приятно начинать утро с таких стихотворений. Юлечка, спасибо тебе большое. Ну, а я по традиции начну с праздников. Вот опять со своих вот этих вот? Ну, есть, да. Есть обычные праздники, но мы люди творческие. Это называется так. Мы люди творческие, интересные, так скажем, поэтому и праздники у нас все такие. Итак, сегодня праздник, день прогулов в школе, так что школьники не принимайте как призыв к действию, но все-таки знаете, что такой праздник есть и можно где-то у себя его там, промежду прочим, в голове держать. Также сегодня день ума. Юля, поздравляю тебя с днем ума, моя дорогая. Что? Не слышится о май. Я уже сразу вспоминаю свой день рождения в мае. День ума. Юлечка, отмечай день ума, ну а мы все остальные отмечаем день ума. И также сегодня день теплого пледа. Юля, я приготовила его специально для тебя. Я не мерзну. У меня любовь греет. Я предлагаю тебе провести ритуал. Заворачивайся в него. Последний раз в этом году. И делаем проводы теплого пледа. Пусть он уходит вместе с зимой, вместе с холодами. Такая своеобразная у нас сегодня масленица. Я тебя сжигать как чучу. Ты издеваешься сейчас? Сжигать как чучело. Ты издеваешься у меня чучело и забралась меня сжигать. Я сжигать как чучело тебя не буду. Я предлагаю просто избавиться от этого теплого пледа до следующего, ну как минимум, ноября. Я сейчас предлагаю поставить красивую музыку. Прощай, теплый плед. А я напоминаю, что Международный женский день дарит ростовчанам дополнительный выходной день. И наступит он прямо завтра, 8 марта, в пятницу. Будем отдыхать три дня. Пятницу, суббота и воскресенье. А четверг, согласно Трудовому кодексу, у нас является сокращенным рабочим днем. Если вдруг ваш работодатель об этом забыл, обязательно ему об этом напомните. Но осторожно, очень тихо. А выходной день, который вас ждали мужчины 23 февраля, он перенесся на майские праздники. Отдыхать мы будем с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Отдыхать, конечно, хорошо, но делать зарядку на выходных лучше не забывать. Сила воли есть один из главнейших признаков гения. Есть его мерка. Просыпаться каждое утро на зарядку – это и есть сила воли. Доброе утро, Светлана. Доброе утро. Сегодня мы с вами будем работать на разгибание звоночника, потому что наш малоподвижный грудной отдел также нуждается в хорошем мышечном корсете. Итак, все мечтают о красивой осанке и здоровой спине, и мы займемся с вами в положении лежа на животе. Принимаем исходное положение, ноги на ширине таза, ладони в форме буквы Е лежат на полу, и голова у нас вытягивается хорошо из ребер, и мы тянемся за макушкой вперед и вверх. Сейчас я вас попрошу немножко погрузить руки в пол, погрузить таз тоже в пол, и медленно на вдохе начинаем приподниматься и отклеивать переднюю часть тела, оставляя нижние ребра в контакте с матом. За взглядом поднимаемся, вытягиваемся вперед и на выдохе плавно-плавно опускаемся вниз. Еще раз на вдохе грудную клетку посылаем вперед и вверх, и снова на выдохе погружаемся вниз. Таких делаем 5-8 повторений. Я думаю, что вы почувствовали свои лопатки, как хорошо вам помогают руки и ваш таз. Это мы подготавливаемся к следующим двум упражнениям. Второе упражнение называется «Лебедь». Все упражнения на разгибание дают нам хорошую энергию и бодрость духа на весь рабочий день. Итак, исходное положение ладони на уровне грудной клетки, локти согнуты, прижаты к корпусу, и снова голова вытянута хорошо вперед над полом. Мы делаем с вами, начинаем отжиматься на выдохе от пола руками и отклеиваем переднюю часть тела, разгибая весь позвоночник и бедра. Делаем глубокий вдох и на выдохе опускаемся вниз, перекатываемся от бедер на таз, на живот и на грудную клетку, сгибая руки в локтях, возвращаясь в исходное положение. Убом пола не касаемся. Делаем таких тоже 5-8 повторений. Третье упражнение уже мы с исходным положением не проваливаемся в пояснице и в шейном отделе, это очень важно. Хороший центр подтянуть мышцы пресса, оттолкнуться от пола, это на старте будет у нас хорошее разгибание. И мы сейчас плавно начинаем перекатываться от ног на грудную клетку, сгибаем руки в локтях, приподнимаем ладони от пола в тот момент, когда ноги приподнимаются. И снова отталкиваемся вверх. Еще раз перекат от ног на грудную клетку, приподнимаем ладони и выталкиваем себя наверх. Вдох и выдох. Все время сохраняем форму полумесяца, выталкиваем. Вдох и выдох. Сохраняя разгибание, направляя локти вдоль корпуса назад. Очень хорошее упражнение, я думаю, вы зарядились на весь рабочий день. Сели на пятки, потянулись за руками вперед. Сила боли победила лень и усталость. Всем доброе утро, Светлана, спасибо огромное. Пятый блин я слопала, на мне юбка лопнула. Пойду юбку зашивать, чтобы есть блины опять. Так не просто так мы блины желопаем. И не просто так в платки мы красивые нарядились. Так масленица же продолжается у нас. Не забывайте об этом, друзья. Не забывайте есть блины. Вкусно, с разными начинками. И сегодня у нас четверг. Юля, какой этот день? Четверг это начало широкой масленицы. Когда стоит оставить позади всю работу и не нагружать себя никакими серьезными делами. Очень мне нравится этот день. В этот день устраивали различные игры, представления, кулачные бои. И самая веселая и самая любимая игра в блинный четверг – это взятие снежной крепости. Значит, дети либо взрослые делились на две команды. Кто-то, значит, оборонял крепость, а кто-то атаковал. Ну, помимо всех предшествующих дней воскресенью, самый главный, конечно, для меня и для всех моих близких – это прощенное воскресенье. Это день, которым завершается масленица. Это день, в котором мы просим прощения у своих близких, родных. И родные, близкие, друзья, знакомые должны прощать в ответ. И делать это с большой душой, с чистым сердцем. Отпускать все обиды. При этом еще нужно обязательно поцеловать три раза человека, которого ты прощаешь или который у тебя просит прощения. Ну, а если ты далеко, тогда мысленно можно поцеловать этого человека? Мысленно. Самое главное – отпустить душой и забыть про все обиды и невзгоды, потому что жизнь и так прекрасна. Не нужно обращать внимание на ссоры и всякие мелочи, неприятности. Ну, и, конечно, в этот день… Потому что, когда ты копишь обиды в себе, у тебя появляются различные болезни. А чтобы быть здоровым и красивым, нужно как раз прощать согласно. Полностью с тобой согласна. И еще в этот день, конечно, принято есть много, сытно, вкусно. Потому что широкая масленица заканчивается, и после нее наступает Великий Пост, который в этом году завершится Пасхой. И будет она 28 апреля. Поэтому продолжаем масленичную неделю. Вкусно едим. В воскресенье всех прощаем. Доедаем блины и выходим на Великий Пост. Наши гости, которые сегодня придут, обязательно, наверное, попробуют блинов, потому что это гости столичные. Наберенька, они куда-нибудь пойдут в наше заведение в Ростове, попробуют блинчики. Готовы рассказать, кто же сегодня будет у нас в гостях. Это певец, композитор, поэт, заслуженный артист России Борис Шварцман. А также певец, поэт, композитор, заслуженный артист России Владимир Черников. И еще автор и исполнитель, лидер группы «Купаж» Геннадий Быковский. И сегодня вот эти вот красивые, здоровые, талантливые мужчины молодые будут у нас в гостях. Мы с нетерпением их ждем, а пока предлагаем вам приготовить завтрак вместе с нами. Праздничные закуски. Для их приготовления вам понадобятся 3 пшеничные лепешки, 200 граммов сливочного сыра, зеленый лук, 1 пучок свежего укропа, 150 граммов салями, 90 граммов твердого сыра, а также соль, черный перец и чеснок по вкусу. Измельчите зеленый лук, укроп и чеснок. Тонко нарежьте салями и натрите сыр. Смешайте сливочный сыр с зеленым луком и чесноком. Приправьте перцем и солью по вкусу. Если масса получается слишком плотной, то можно добавить немного воды. Смажьте тортилью сырной массой, отступая 1-2 сантиметра от края. Посыпьте укропом и тертым сыром. Выложите сверху 4 кусочка салями и сверните в плотный ролл. Оберните ролл пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2-3 часа. Для приготовления еще одного варианта закуски вам понадобится 5 пшеничных лепешек, 250 граммов сливочного сыра, 450-500 граммов отварного куриного филе, 3 столовые ложки 15% сметаны, 300 граммов томата в собственном соку, 1-2 зубчика чеснока, 200 граммов твердого сыра, зеленый лук, 70 граммов оливок без косточек, а также соль и черный перец по вкусу. Зеленый лук, чеснок, курицу и оливки мелко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке. Взбейте в блендере сливочный сыр, сметану, помидоры, чеснок и специи. Затем добавьте курицу, оливки и зеленый лук. Следом добавьте тертый сыр и все тщательно перемешайте. Смажьте каждую тортилью начинкой, отступая 1-2 сантиметра от краев. Сверните плотные роллы, оберните каждый ролл пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей удалите пленку, подровняйте края и нарежьте роллы на порции. Приятного аппетита! Что хочет женщина? Ответ на этот вопрос, мне кажется, не найдет никто и никогда. Да потому что женщина сама не знает, чего она хочет. Ну, это, например, не касается меня. Я точно знаю, чего я хочу. Праздничные закуски! Если покорить мое сердце просто. Но есть ведь женщины, которые не так легки в своем выборе. Итак, был проведен опрос, что же хотят получить женщины на 8 марта. Много цветов заказывает 31% женщин. Романтическое путешествие хотят 24%. Предложение руки и сердца о нем мечтают 14% прекрасной половины человечества. О трезвом муже мечтают 10%. Что-нибудь очень дорогое и красивое хотят скромные 6%. Об успехах детей мечтают также 6%. Согласие мужа развестись об этом мечтают 4%. Открытка или поделка, сделанная ребенком, тоже 3% небольшой. И самый маленький скромный процент, 2% женщин, мечтают о духах и туалетной воде. То есть то, что нам дарят чаще всего, мы об этом, собственно говоря, не мечтаем. Я ни на что не намекаю, так просто сухая статистика, цифры. Это было от Ирины Касариной. Что же хочет женщина? Прислушайтесь, пожалуйста, к этой милой девушке. А я хочу вам рассказать, что не стоит покупать милым дамам, чтобы они не расстраивались. Итак, при этом 33% россиянок заявили, что меньше всего мечтают получить в международный женский день какое-либо домашнее животное. Далее, самым плохим подарком считают женщины гантели, тренажеры и другие товары, которые относятся к группе спортивного инвентаря. Подарок с намеком, я бы сказала. Третье место в данном антирейтинге занимают мягкие игрушки. Но вот здесь я не соглашусь. По-моему, милый медведь очень даже милая игрушка и милый подарок. Значит, ты не входишь в это количество процентов, Юля. У всех вкусы разные. Я бы, например, не хотела себе абонемент в фитнес-клуб. Я бы подумала, что мне тут явно на что-то намекает. Ну, пусть ваши мужчины угодят вам с подарком. И этот день обязательно войдет в историю. 7 марта 321 года римский император Константин Великий провозгласил воскресенье днем отдыха. Ни одно распоряжение властей в истории не соблюдалось с таким удовольствием, как эдикт Константина. 7 марта 1876 года Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат, или, как звучит в самом документе, на усовершенствованную модель телеграфа. Александр Белл уже на следующий год после получения патента создал первую телефонную кампанию. В этот день, в 1917 году, издан приказ начальника гарнизона Таганрога о сохранении дисциплины и военного порядка. Задача военных – поддержать, сохранить строй и помочь народным представителям, заседающим в Государственной Думе. 7 марта 1923 года основаны Красносулинский и Матвеево-Курганские районы Ростовской области. Милые мужчины, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, в этот самый важный праздник в году, Международный женский день, делайте нас самыми счастливыми, улыбайтесь, дарите нам цветы, свое хорошее настроение, внимание, заботу и запомните этот день и делайте так, пожалуйста, чаще, чтобы не только 8 марта мы ждали этот праздник. Да, я хотела внести, кстати, поправки в твой закон для мужчин и сказать, что не только в день 8 марта мы этого ждем, мы ждем этого всегда. Мы рады вас вдохновлять, мы рады делать для вас гораздо больше, чем вы можете себе представить. Но главное – разбудить ту женщину, которая живет в каждой из нас. Милую, добрую, заботливую и внимательную. Как можно разбудить? Просто подойти утром, поцеловать и сказать «доброе утро, любимые!» и подарить ей красивый букет тюльпанов, мимоз, да каких угодно цветов. Может быть, это ромашки полевые, именно те цветы, которые любит ваша любимая. Давайте, кстати, узнаем, что будут дарить мужчины на 8 марта женщинам. Цветы, 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 как всегда, цветы, поход в филармонию. Цветы, конечно же, цветы. Ну, в основном у меня цветочный ларек есть, как бы, бабушки, тещи, всем цветы. Классические варианты – косметику, духи, ну, ювелирные украшения. Только любовь. Любовь, цветы и куча подарков. Улыбку и прекрасное настроение. Ну, такие стандартные, обычные подарки, цветы. Мне надо еще подумать как бы над этим. Это же не просто, это женский день, это… Ну, мне даже не 14 февраля, надо что-нибудь посерьезнее дарить. Маме или самым близким украшения, дамам – это цветы и что-то все-таки сладкое, потому что они самые лучшие у нас. Подарки, какие мы готовим, я пока еще не определился. Ну, явно не цветы, девушка, потому что надо что-то доброе дарить, хорошее. А что цветы? Ну, поставил их куда-то, они засохли. Живые цветы – это цветы. А вообще, лучший подарок надо постоянно женщинам дарить. Вот это подарок. А один день, 8 марта, ну, извините, надо уважать женщин постоянно. Это должна быть ежедневная забота о женщине, не только на 8 марта, а каждый день. Поэтому главный подарок – это буду я. Чтобы у всех у них был такой любящий, как я, человек, который будет ждать их дома. Милые дамы, я желаю вам оставаться такими же красивыми, заботиться о нас. Какой оригинальный молодой человек. Лучший подарочек – это я. Это очень экономный вариант, Юля. Можно здорово, так знаешь, сохранить семейный бюджет. Я подарю тебе себя, люби меня, дорогая, такого, какой я есть. Ну, и были же мужчины, которые предлагали подарить цветы, ювелирные украшения, походы в театр, в кино. Но всеми этими предметами, включая билетами в театре, в кино, можно украсить свой дом к празднику. А какие еще есть варианты, узнаете прямо сейчас из нашего сюжета. Восьмого марта мама должна отдыхать. И пока она спит, мы с вами поделимся идеями, как украсить квартиру к празднику. И устреляем маме настоящий сюрприз! Тихо, тихо. Хорошо. Поехали. Поехали. Ну что, Сёп, что мы будем делать, чтобы порадовать маму? Мы вырезаем бабочки, сделаем очень красивую открытку и натурим очень много садиков. Все верно. Поехали. Прикрепите бабочки к стене в произвольном порядке, используйте свою фантазию и создавайте самые разные композиции. Сёп, что ты нарисуешь на открытке? Я нарисую солнышко, травку и стеблики для цветочков. При помощи клеевого пистолета закрепите цветы на стеблях. Заранее распечатайте открытки с пожеланиями, эпитетами и комплиментами. А эти открытки мы прикрепим к нашим шарикам. Субтитры подогнал «Симон»! Для этой мамы точно утро будет прекрасным и запоминающим. Так и не плачь, Юля, мне кажется, ты сейчас просто пустишь скупую женскую слезу. Просто у меня сыночек еще маленький и он не сможет сделать такой подарок своими руками. Но у моего сына есть папа. Я надеюсь, что он организует для меня какой-нибудь подарок. Вот напрашиваюсь, вот не люблю. Вот все это лучше расскажу вам о статистике. В канун 8 марта в Ростовской области посчитали женщин. Итак, по данным Ростовстата, количество женщин в Ростовской области на момент последнего исследования 1 января 2018 года составило 2 260 752 человека. При этом женщин в регионе, как и в целом в России, оказалось больше, чем мужчин. 53,6% против 47,4%. В среднем по Ростовской области на тысячу женщин приходится 867 мужчин. Ростовстат сообщает, что число мужчин в Ростовской области с каждым годом увеличивается, потому что количество новорожденных мальчиков увеличивается. И мы с тобой, кстати, делаем эту статистику. Но когда ты говорила, что мужчин там 860, а женщин тысяча, сразу песенка это в голове. Потому что на 10 девчонок по статистике 9, ребят. А вот что хотят эти 10 девчонок на праздник 8 марта, мы уже выяснили. А давайте теперь вспомним по рассказам наших мам, бабушек, о чем же мечтали женщины в СССР. Какие подарки были самыми популярными в то время. На первом месте, конечно же, парфюм. И, конечно, самые популярные советские духи. Это Красная Москва. Она же любимый букет императрицы. Созданный в 1913 году на фабрике Бракара парфюмером Августом Мишелем в честь 300-летия дома Романовых. А старшеклассницы и выпускницы тех лет мечтали о Наташе. И я сейчас, конечно, не о человеке. Это тоже был парфюм более бюджетный, нежели Красная Москва. На втором месте то, без чего сложно представить себе макияж тех лет. Тушь. Да, угадай. Ленинградская тушь. Тушь в брусочке. Даже я ее застала. Что с ней только не делали. В нее расскажу, как было. Берешь коробочку с ленинградской тушью. Бьешь туда щеточкой. Вот туда-сюда, туда-сюда. И начинаешь красить ресницы. Потом берешь иголку или булавку. И с дрожащими руками разделяешь эти ресницы. Но взгляд просто сумасшедший. Вот такие ресницы. Правда, полчаса потом ты отмываешь. Ну, вечером смываешь. Еще был бесчеловечный способ подкрутить ресницы, когда нагревали нож и закручивали их. На третьем месте были румяна. И, кстати, многие женщины уже тогда догадались о том, к чему прибегают визажисты сейчас. Да, вместо румяна использовать, конечно же, помаду. На четвертом месте была порошковая пудра. Ну, и, конечно, букет мимозы, без которого никогда и никуда. Дорогие мужчины, не забудьте поздравить своих маленьких дочек. И прямо сейчас для всех маленьких девочек Ростовской области наш подарок с Ириной – это мультик. Федеральная сеть медицинских лабораторий «Гемотест» дарит скидку 150 рублей на все виды анализов. Получи купон на сайте и приди в отделение «Гемотест» твоего города. Подробности на сайте www.gematest.ru А я все продолжаю говорить, рассказывать и показывать подарки. Держу в руках вообще просто классный подарок. Если ваша девушка увлекается футболом, то можно подарить ей на 8 марта билет на игру нашего футбольного клуба «Ростов» с Арсеналом. 11 марта встречаются они на «Ростов-арена». Расскажу вам, на какой строчке находится Арсенал на девятые 23 очка. Мы на седьмой строчке и 25 очков. Поэтому нам проигрывать вообще нельзя. Нам нужна поддержка нашего футбольного клуба, девчонки, мальчишки. В общем, звоните к нам по телефону 201-7900-863 и забирайте подарки. Просто скажите «Хочу сделать подарок любимой на 8 марта». Ну а если девушка звонит, просто «Хочу на футбол». В общем, будьте первыми, дозвонитесь после программы «Утро». А я тоже хочу разыграть, знаешь ли. Ты не одна такая тут сидишь с волшебными билетами. У меня есть два билета на концерт. Гостей, которые к нам придут сегодня в гости. Певец Борис Шварцман и компания. Билет пройдет, ой, билет пройдет, концерт пройдет, конечно же, 8 марта. Называется он «Женщина. Весна. Любовь». Песни этих исполнителей вы можете услышать прямо в эфире нашей программы, но немножечко позже. Звоните нам по телефону 201-79-00 и говорите о любви, о счастье, о весне. Да говорите что-нибудь. Просто звоните нам. Мы ждем ваших звонков после 9 утра. Программа на выходные очень насыщенная. Вот ты куда собираешься идти? Я буду уезжать. Я буду улетать. А я остаюсь здесь, у нас в городе. А вот куда сходить, чтобы посмотреть, где какие мероприятия будут, расскажем прямо сейчас в нашей рубрике «Культ поход». Весна художница раскрашивает мир яркими, сочными красками. Равнодушным остаться просто невозможно. А когда весеннее настроение совпадает с насыщенными выходными, получается настоящий взрыв эмоций. Список мероприятий на выходные огромный. Как все успеть, расскажу прямо сейчас. Итак, 8 марта для милых женщин сразу несколько сюрпризов. Порта Рецкого выступит в музыкальном театре. С тобой навсегда, с тобой навсегда. Пускай идут дожди, пускай летят года. Он холодный, он такой холодный. На его ресницах снег не тает. У природы нет плохой погоды, а его природа непростая. То ли я ему совсем чужая, то ли отключили батарею. Я с ним постоянно простужаюсь. Одна из самых читаемых поэтесс Рунета Соломонова выступит в конгресс-отель Дон Плаза 8 марта в 19.00. В циферблате в Международный женский день пройдет настоящий девичник. Что такое женская сила и как своими руками создать сережки из натуральных камней и серебра, это и многое другое будет в программе мероприятия. Необходима предварительная запись. Одна из самых стильных современных исполнительниц Лена Темникова презентует свой новый альбом. Он будет отличаться особой лиричностью, глубиной и звучанием. А также исполнит хиты из предыдущих альбомов. Все это на сцене КСК «Экспресс». И завершим праздничные выходные народными гуляниями. Будем провожать Масленицу. 10 марта в 11.00 встречаемся в парке имени Горького. Нас ждет народная концертная программа, работы праздничной ярмарки «Город мастеров», полевая кухня, интерактивная программа с участием ходулистов, конкурсы, призы и, конечно же, блины. А для тех, кто любит поспать в воскресенье до обеда, предлагаю проводить Масленицу в 13.00 в парке культуры и отдыха Левобережный. Вас ждут выставки прикладного искусства, мастер-классы по изготовлению блинов, концертные программы, конкурсы и многое другое. Ну а если вы хотите сменить обстановку, отправляйтесь, например, в Таганрог 10 марта в парк культуры и отдыха имени Горького на праздничную программу «Широкая Масленица». Как вы понимаете, программа на выходные очень насыщенная. Если бы можно было раздвоиться или расстроиться, то успели как минимум побывать в нескольких местах. Всем ярких и вкусных выходных! Будьте здоровы! Вот я сейчас посмотрела твою рубрику «Юля, культ поход» и думаю, а может так и зря я уезжаю? Сколько всего интересного происходит в нашем городе! И это еще не все, а сколько мероприятий в области, поэтому задумайся, время еще есть один день. Ты прямо меня сейчас поставила на распутье. Пока ты думаешь, остаться здесь в Ростове или улететь отдыхать на выходные, я хочу вам показать очень милый, очень романтичный подарок ко дню женскому, потому что вот многие мужчины дарят цветы, кто-то духи, кто-то книги, кто-то игрушки. А кто-то вообще ничего не дарит. А вот сотрудники Донского управления ГИБДД своим дамам подарили на праздник видеоролик. Давайте посмотрим. Женщины. Чувственные, нежные. Женщины наделены безграничным потенциалом любви, заботы, гармонии и веры. Веры в себя и в дело, которому отдаются в целом. Они точно знают, чего хотят, и зачастую их жизнь разделена на отрезки или так называемые точки. План, придуманный в юношестве, хоть и предварительный. Женщины, как никто другой, могут ставить цели и добиваться их любыми возможными и невозможными способами. И мы, мужчины, сами того не замечая, порой попадаем на крючок и следуем тому самому плану, хоть и действуем согласно регламенту своих мыслей, действий, желаний и целей. От количества повседневных задач мужской организм подвергается колоссальным нагрузкам. Справиться, дойти до вершины, не опустить руки, преследуя личные интересы, в конечном итоге зачастую можно угодить в бездну. С женщиной же мир приобретает иной окрас. Лучшее, любимое, родное, единственное. Моя жизнь, мое дыхание. Завтра, проснувшись утром, понаблюдай со стороны, как она собирается на работу и задай себе вопрос. Как ты жил без нее? Как бы сказать, в стиле Пушкина или Маяковского слогом, как излить в слове душу вам, как рассказать о столь многом. Любовь? Да, конечно, она. Что же еще к вам испытывать, как бабочка у окна, где свет, бьюсь я в исповеди? Наши любимые женщины и без формы в прекрасной форме. Красивый, умный, спортивный, пульс и давление в норме. Праздник не где-то, когда-то. Праздник он там, где вы есть. И ваше 8 марта. День весны. Женщин в форме. Любви и чести. Да чего трогательный подарок? Ты плачешь, что ли? Нет, я сдерживаюсь. Это очень оригинальный подарок. И, кстати, милая дама, у нас для вас с Ириной Касариной есть тоже небольшой подарок. Это секреты. Как же выглядеть в праздник 8 марта красивыми, неотразимыми и свежими? В современном мире умение подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки с помощью макияжа сложно переоценить. Сегодня мы поделимся с вами 8 лайфхаками для дневного макияжа. Первый. Корректор можно использовать в качестве тонального крема, если разбавить его термальной или увлажняющей водой. Вы сможете регулировать плотность своего тонального средства. Чем легче и прозрачнее вам нужно покрытие, тем больше добавляйте воды. Второй. Нанесите сначала разбавленный корректор на все лицо, а оставшиеся несовершенства перекройте неразбавленным корректором. Третий. Чтобы брови выглядели выразительно и естественно, используйте две кисти, скошенную и плоскую для теней и два оттенка теней, чуть темнее и чуть светлее для ваших бровей. Наберите на скошенную кисть темные тени и подчеркните изгиб и кончик бровей, а плоской кистью растушуйте светлые тени в начале брови. Четвертый. Чтобы быстро сделать свежий дневной макияж, используйте стойкие кремовые тени персикового или розового цвета. Нанесите их кистью или пальцем на веки и яблочки щек в качестве румян. Пятый. Во внутренний угол века нанесите светлые сияющие тени. Их же используйте как хайлайтер. Шестой. Нанесите карандаш на верхнюю слизистую, стараясь заполнить ресничный край. Там взгляд будет выразительнее, ресницы гуще, а подводки видно не будет. Седьмой. Используйте на нижнем веке насыщенный карандаш цвета глаз, чтобы сделать их ярче. Растушуйте бежевыми тенями. И восьмой. Чтобы сделать губы объемнее, возьмите два карандаша. Более темный нанесите по краям, а светлый по центру губ. Вот такой легкий дневной макияж у нас получился. Каждая женщина по-своему прекрасна. Но полностью наша красота раскрывается лишь тогда, когда мы чувствуем, что любимы и дарим свою любовь. Действительно, когда рядом с нами есть любимые люди, то мы цветем и пахнем, раскрываемся, радуемся и дарим всем свою улыбку, счастье, тепло и заботу и любовь. Любовь спасет мир. Так гласит народная пословица. Красота, по-моему. Ну, любовь и красота. Да все спасет мир. Все главное, лишь бы это было от души. Так же, как и сообщения, которые прилетают к нам на WhatsApp, пишутся вами от всей души. Номер нашего телефона 8 999-484-6323. Сегодня нам написал Сергей из Ростова. Он вместе со своими детьми поздравляет мамочку Бондареву Марию Николаевну с наступающим праздником и желает ей здоровья. Следующий привет прилетел из Морозовска от Алевтины Семеновой. Поздравляет всех женщин с наступающим Международным женским днем. Отдельный особенный пламенный привет передает своим сестрам Марии и Елене. Мы присоединяемся к поздравлениям и, конечно же, поздравляем всех женщин Ростовской области с Международным женским днем. Счастья вам, здоровья, улыбок и, конечно же, будьте любимыми бесконечно и любите бесконечно. Ну, Юлечка, за тебя это еще сделал Николай из Сальска, который написал с наступающим праздником всех женщин и он признается всем в любви. Такой любвеобильный Николай нам написал. Ну, а мы... Мне кажется, что весна это одно сплошное 8 марта. Я согласна. Поэтому я не расцениваю, что вот один единственный праздник и в один единственный праздник мы будем ждать цветов и подарков. Мы будем ждать всю весну. Но зато в этот день мы точно будем ждать наших гостей, как я их называю, Борис Шварцман и компания, которые сегодня нам споют. Мы им подтанцуем и чудесно проведем время вместе с вами. Не переключайтесь. Сегодня, завтра и вообще всегда все для милых дам. Мы подготовили для вас наши прекрасные женщины музыкальный, красивый, мужественный подарок. Сегодня в гостях у нас столичные друзья. Певец, поэт, композитор, заслуженный артист России Борис Шварцман. Доброе утро. Доброе утро. А также певец, поэт, композитор, заслуженный артист России Владимир Черняков. Доброе утро, Владимир. Доброе утро. Наш земляк, автор, исполнитель, лидер группы «Купаж» Геннадий Быковских. Доброе утро. Доброе утро. Как приятно начинать предпраздничный день в такой компании «Бравых мужчин». Как нам приятно начинать такое утро в компании таких потрясающих красавиц. Мы сегодня обязательно поздравим, да? Непременно. Говорите, не останавливайтесь, мы готовы слушать это бесконечно. Спасибо. Ну скажите, по какому поводу вы приехали в наш славный город Ростов? Ну, у нас несколько поводов. Ну, во-первых, мы сюда приезжаем, у нас здесь много друзей, мы приезжаем с ними повидаться. Ну и, наверное, одно из самых главных для нас событий, 8-го числа, то бишь завтра, в Большом зале Дома офицеров будет состояться большой праздничный концерт. Мы там будем выступать, и, кстати говоря, мы всех приглашаем. Буду петь я свои авторские песни, Володь Черников, Геннадий, группа Купаж, будет наш замечательный друг Евгений Михайлов. Ну и легендарный Геннадий Жаров со своей ушами. Я ушаночку. Да, и потрясающая Ева Амурова, которая поет очень много песен в дуэте с Володей Черниковым. А вот это про ушаночку прямо моя Дима. А я ушаночку поглубже надену. Это вот этот легендарный человек написал эту песню. Я предлагаю уже попеть, потанцевать и подарить хорошее настроение всем прекрасным дамам. Мы готовы танцевать, а вы готовы петь? Ну вот насчет дам. Давайте все-таки начнем. Вот я только с самолета, да, только прилетел. Я еще никого не видел, никаких друзей. Они-то меня уже увидят сейчас, да? Конечно. Я хочу вот этим друзьям посвятить первую песню. За друзей? Да, за друзей. Эта песня-тост. Ну с утра не надо, конечно. Зачем чай, гофр? Ну кому-ка, вы знаете, праздничное утро, можно начать с чего? На самом деле песня легендарная, очень многие ее знают. Сейчас воочию увидят, кто автор и исполнитель этой песни. Так давайте, не дам идти же. Я надеюсь, поднять настроение утреннее этой песни всем своим друзьям, а также всем, кто меня знает. Танцевать не возбраняется? Нет. Тогда мы готовы. Зажигаем! А за окном нелетная погода Мы собрались, нам дождик нипочем Нам хорошо в любое время года Туман лишь в голове, и мы поем Мы счастливы, когда опять все вместе И говорим о разном, о своем Рассказываем новости и вести И водку иногда мы вместе пьем За друзей, за друзей поднимаю бокал Эх, Олежек налей Эх, Андрей, подыграй За друзей, за друзей Выпью горький настой Эх, налей, Игорек За поле нам спой От дома все имеем мы проблемы Поделимся с друзьями за столом А в Африке есть до сих пор гаремы Сегодня за свободных негров пьем А в общем огорчаться мы не будем Побережем друзей от мелочей Мы Сталина еще разок осудим Наслушались за стойных морячей За друзей, за друзей поднимаю бокал Эх, Олежек налей Эх, Андрей, подыграй За друзей, за друзей Выпью горький настой Эх, налей, Игорек За поле нам спой А завтра разнесут нас самолеты По разным странам даже не в напряг Кто рай увидит, ну а кто помет Кто джин побьет, а кто из лынча бряк Мы трудности видали Наши мы заточили Из-за рога БХ мы научились брать Купили мы машины Квартиры получили И жен своих мы научились ждать Купили мы машины Квартиры мы купили И жен своих мы научились ждать За друзей, за друзей Поднимаю бокал Эх, Олежек налей Эх, Андрей, подыграй За друзей, за друзей Выпьем горький настой Эх, налей, Игорек И за поле нам спой Болем, 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 белым болем За друзей, за друзей Поднимаю бокал Эх, Олежек налей Эх, Андрей, подыграй За друзей, за друзей Выпьем горький настой Эх, налей, Игорек И за поле нам спой Браво! Духовская песня, мы тоже ваши друзья По-другому просто быть не может Напоминаю нашим телезрителям, что в стаканах у нас была вода и чай Ничего плохого сразу Вот тут вот с утра вы не подумали Владимир, песня очень душевная и грустная Песня это хорошо, но если бы зрители знали Телезрители, что я запиваю цитрамон После самолета Да будет вам здоровье Пусть все в этой жизни будут здоровы Завтра точно будет здоровье И еще раз приглашаем Как называется концерт, кстати На который вы приглашаете всех? Слушайте, ну как мы могли назвать концерт Который состоится 8 числа Женщина, весна, любовь Ооо, все Борис Варсон придумал название, между прочим Очень красивое название Недолго думал, между прочим Гениальное Какие сюрпризы ждут женщины? Не только Кто придет к вам на концерт? Слушайте, ну я не знаю Мы приглашаем всех И я думаю, что... Во-первых, сюрпризы ждут Вот, если мы еще с вами обговорим один момент Ну, во-первых, сувениры будут Фактически для всех людей Для всех пришедших Ну, конечно, те, которые до того не получили Да, их Вот А во-вторых Я уверен, что все, кто придут на концерт Они выйдут оттуда В обалденном настроении Потому что Основная цель этого концерта Создать людям настроение В первую очередь, женщинам Ну, мы создаем женщинам настроение Борис, исполните, пожалуйста С удовольствием Просто хочу сказать У мужчин просто уникальная возможность Любить женщин Недолго думая, что бы подарить Милым своим любимым женщинам Пригласить их на концерт А вы уже на концерте А вы уже на концерте Спасибо Вы так потрясающе подпевали Песню от вас Танцевать, да С удовольствием Одной тобой называется композиция Да, песня называется одной тобою Я перед песней всегда говорю Что какое счастье, когда рядом есть человек Которому мы можем сказать Одной тобою я живу Одной тобою я дышу И не во сне, а наяву Твою ладонь своей держу Милые женщины, милые девушки Для вас Мужчины, надеюсь, меня поддержат Давайте Как долго я тебя искал И год за годом пролетел Снегами на моих висках Уже отметилась метель И как награда мне сейчас Твои улыбка и глаза Тебе готов я в сотый раз Тебе готов я в сотый раз Сказать Одной тобою я живу Одной тобою я дышу И не во сне, а наяву Твою ладонь своей держу Одной тобою я живу Одной тобою я дышу И мне не мил весь белый свет Когда тебя со мною нет Когда тебя со мною нет Все невозможно предрешить Все невозможно угадать Но как я мог, скажи мне, жить Все эти долгие года Мир полон красок и цветов Когда со мной любовь моя Сказать Сказать Я в сотый раз готов Сказать Я в сотый раз готов Что я Одной тобою я живу Одной тобою я дышу И не во сне, а наяву Твою ладонь своей держу Одной тобою я живу Одной тобою я дышу И не не мил весь белый свет Когда тебя со мною нет Когда тебя со мною нет Одной тобою я живу Одной тобою я дышу И не во сне, а наяву Твою ладонь своей держу Одной тобою я живу Одной тобою я дышу И мне не мил весь белый свет Когда тебя со мною нет Когда тебя со мною нет Сюрпризы и подарки продолжатся Оставайтесь с нами Не отключайтесь Красивая, симпатичная Славная, нежная Превосходная Это все мне? Конечно, и всем женщинам Красивые у нас девушки Любимые, мы их очень ценим, любим И ждем каждый день с работы домой Красивая, умная Общительная, веселая Ты самая великолепная Ты самая шикарная Ты самая непредсказуемая Иногда и такое бывает Женщины, девушки Хорошие, умные, красивые Здорово, когда они Не знаю, хорошо себя ведут Самое главное комплименты Чтобы были здоровы Чтобы их любили И они любили Дорогая, любимая Красавица моя Милые женщины, мы вас всех любим Самая любимая Самая красивая Самая умная Ира, ты супер? А какие комплименты знают наши гости Мы узнаем Но я хочу напомнить Кто же у нас в гостях Певец, поэт, композитор Заслуженный артист России Борис Шварцман А также певец, поэт, композитор Заслуженный артист России Владимир Черников Автор и исполнитель Лидер группы Купаж Геннадий Быковских Еще раз доброе утро Ну и какие комплименты Вы еще знаете Подожди, Юля Не все так просто У нас есть волшебный Ёж Тимоха Который сегодня выяснит Какие комплименты Вы готовы В преддверии этого Замечательного Волшебного Весеннего праздника Говорить женщинам Какие красивые слова Вы знаете Итак Это хорошая русская традиция Ой, ёж Тимоха Чтоб тебе не было плохо Подождите Ему хорошо Надо же по иголочке-то Вытыкать Он же должен стать добрым Достается Иголочка Говорится Красивое слово Нашим дорогим женщинам Просто одно слово Одно слово Хотите, можете предложение Но это мы долго будем Тогда Одно слово И быстро Один комплимент И передаете На копу Закончится На том И все У нас этот интерактив По времени Не просто мы Остязываем удовольствие Так что Три-четыре Прекрасная Очаровательная Супер Нежная Давайте Продолжайте Засылованная Вы смотрите на меня А вас не рождается Дай я же Геннадию Сегодня сказать Пожалуйста Замечательная Непредсказуемая Потрясающая Ты самая 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 Давайте укоротим Самая лучшая Просто лучше Лучше не бывает Ну он уже все За меня все сказал Главное все Вытащил уже Мои палочки Вы знаете Володя просто самолет Он все Никак не может сориентироваться Давайте вот Давайте мы сразу Сразу повытащим Геннадий просто Отдайте Тиму Сладенькая Шоколадненькая Клубничная Самая вкусненькая Ростовская заказа Спасибо Ну да У нас самые красивые Самые красивые Женщины Больше того скажу В Ростове Самые красивые Вот что сейчас Должен был тебе ответить Молодой Красивый Воспитанный Мужчина На самом деле Это еще Ну сейчас у меня возраст Понимаете уже А вот когда мне было 20-25 Мы в Ростове Исключительно Познакомиться Пить пиво с друзьями Да и посмотреть На девчонок Просто Потому что Ну я еще знаю Пару городов Там например Харьков Где там Вот не надо Про другие Давайте остановимся На Ростове В Ростове Вообще Во всем СССР Всегда Всегда Испокон веков В Ростове Самая красивая Владимир Ну скажите Что сумасшедшая любовь Она встречается Всего лишь раз в жизни Из просто Неповторимой женщины Ну раз не раз Я не знаю У некоторых людей Вообще Некоторые люди сумасшедшие Бывают Я таких знаю Я знаю Ляшечка Ну да Но если вы имеете ввиду Песню Сумасшедшая любовь Которую мы написали Вместе с Борисом Шварцовным То такая песня Случается раз в жизни Ой давайте Мы с радостью ее послушаем Я с удовольствием В общем мне кажется Это одна из лучших песен Которую мы написали Совместно с Володей Володя написал музыку Я написал слова Мне кажется Песня получилась Действительно красивой А мы сейчас узнаем Я к тебе пришел Из жизни прошлой Оттого в душе моей Метель Может не к тебе пришел я Вовсе К той, что стала Главною потерей Это сумасшедшая Любовь моя В прошлой жизни На далеком берегу Мне тебя давно Пора забыть Но я Ничего с собой Поделать не могу Это сумасшедшая Любовь моя Сердцу моему Покоя не дает Сяду за райами Печали не тая И на рву букет Из черно-белых дров Сколько лет меня По жизни Носит Непутевая судьба Лихая С чистого листа Начать все Можно Но меня Никак Не отпускает Это сумасшедшая Любовь моя В прошлой жизни На далеком берегу Мне тебя давно Пора забыть Но я Ничего с собой Поделать не могу Это сумасшедшая Любовь моя Сердцу моему Покоя не дает Сяду за райами Печали не тая И на рву букет Из черно-белых дров И на рву букет Из черно-белых дров Песня, конечно, безумно красивая Но она грустная Кто-то вспоминал Свою сумасшедшую любовь Кто-то живет Вместе с сумасшедшей любовью Но как-то все равно Светлая печаль Я бы хотел, чтобы Женщины Поняли, что Любовь бывает сумасшедшая И не только тогда Когда ты это видишь А еще и когда Человек находится на расстоянии И просто думает И мечтает о тебе Потому что он тебя Когда-то видел С тобой имел отношение А может быть Еще увидит скоро Вот-вот Еще пока не виделись Все-таки встретится Когда-нибудь Билет, кстати, на ваш концерт Будет отличным подарком Всем дамам на 8 марта Да Кстати говоря, у нас Абсолютно недорогие билеты Это очень важно знать Потому что мы так промониторили Что называется Мы вообще бесплатно на концерт сходили Сто процентов Я очень хочу сказать Что у нас Просто из-за нехватки времени Наверное, Геннадий Сегодня не успеет показать Но у него Свои песни У него замечательные песни Это тоже будет Один из сюрпризов Приходите У него авторские песни Свои собственные Вообще концерт будет Я вас пригласил Начать Вы приглашаете нас Начать концерт Вместе с Ириной Чтобы выучили на сцену И сказали Что это все правда Все, что говорили на телевидении Все это правда Вот этот концерт Нам не разрешают Такое говорить По договору Завтра, 8 числа 8 марта В Международный женский день Мы всех приглашаем В Большой зал Дома офицеров Где состоится наш концерт Праздничный, большой Владимир Черняков Борис Шварцман Геннадий Быковских Геннадий Жаров Наш легендарный Ева Мурова Евгений Михайлов Вот таким замечательным составом Мы будем петь для вас вместе Шутить, петь, разговаривать Интерактивить Как это сейчас говорится Все будет здорово Нам не проверено Что прозвучат замечательные песни Красивые Душевные, красивые Мелодичные Все будет замечательно Красивое И вы это обязательно должны услышать Да Пожелать всем доброго утра Можете прямо сейчас У вас есть такая отличная возможность Доброго утра Пусть это доброе утро Плавно перерастет в добрый вечер И потом в следующее доброе утро Все, чтобы у вас весь день Был добрым Ой, что-то такое красивое Вы пришли к нам Вы знаете, мы хотели сказать Цветы в студию Но вот нам принесли И нам помогли Я бы сюда очень эти цветы Подарил бы всем женщинам В ростове Ну, возьмем мы так и были Да Ваши милиции Спасибо вам большое Спасибо огромное Всегда такими же красивыми Замечательными Потрясающими Спасибо огромное Давайте поздравим всех милых женщин С праздником Наступающим! Уда! С праздником! Одежда ведущим Предоставлена фирменным Салоном авторских платьев Ольги Гринюк Редактор субтитров А.Семкин